Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 24 ноября – день Федора. Почтают память Феодора, то есть Федора Студита, византийского монаха. Родился в семье чиновника, получил хорошее образование. Стал искусным оратором, с которым никто не сравнился. Затем Федор стал игуменом. Был известен своим аскетическим образом жизни. Активно занимался проповедованием христианской веры, обличал пороки правителей и защищал святыни от иконоборцев. Обосновался в студийском монастыре, для которого разработал строгий устав. В народе этот день называли днем Федора Студита и Екатерины Санницы. Мол, Федор начинает землю студить, становится холодно, а потому в народе этот день называют студитом. И день, как правило, выдавался снежным и холодным. Раз снег лежал плотным слоем, открывали санный путь. Поэтому второе название этого дня известно как Санница. Тем более, что крестьяне сегодня собирались на ярмарке, чтобы продать свой товар. Сегодня катались на санях и устраивали гуляние. Девушки по вечерам продолжали гадать на суженого. Приметы. Если сегодня идет мокрый снег или стоит ясная погода, то до 4 декабря еще будут оттепели. Если на Федора день особенно холодный, то зима будет лютой. Если неожиданно тепло, это один из основных признаков того, что зима будет мягкая и теплая. Много звезд на небе, будет много грибов и ягод. А чтобы эта примета сбылась, заваривали и пили чай сушеными ягодами. Если сегодня приготовить и съесть горячие щи, то зима будет мягкой и теплой. Сегодня не стоит играть в свадьбу или устраивать сватовство. Брак будет неудачным. Сегодня обязательно следует выбросить посуду с трещинами и сколами, чтобы избежать бедности. Хватит. Опа. Еще, еще, еще. Хватит. Теперь в эту. Итак, мы начинаем оздоровление с воды. Будет у нас вода здоровая, будет она нести нужную мягкость. И наши сосудики будут оставаться эластичными. А здоровье сосуда говорит о том, что мы будем жить долго под опорой. А почему тогда чай, если вода играет роль? Нет, ну вода естественно. Вода, значит, вода лучше, конечно, бывает. Если в воду мы наливаем не в стеклянную, а в ленинную посуду, то она еще приобретает дополнительные свойства. Она становится более целебной, нежели та, которая в керамике или просто в стекле. Уже хорошо? Плюс теперь мы, в зависимости от того, какой чай, а чай, мы поговорили, что они терпим вкусов. Сейчас попробуем вот этот вкус чая. А иван-чай, это уже другая история, это уже не те традиционные чаи, да? Да, а оказывается, на самом деле, это традиционно русские чаи, которые использовались до того времени, как черный и зеленый чай с Китая и с Индией поступил к нам. Мы пили этот чай. Ну конечно. Так вот, удивительно, растение кипрей, оно удивительно тем, что оно растет первое на пустошах после пожара. Это такое растение, обладающее, значит, особыми свойствами. Особым смыслом даже, да? Особым смыслом, да. Вот это особое свойство, смысл, естественно, будут наши сосудики делать. То есть, очищает природу и очищает организм. Можно сказать, не столько очищает, как они, это растение является мощным жизнедателем, потому что оно первое. Не одно на гаде не растет, на пожаре, а это растет. То есть, вот эти свойства оно вольно-невольно передает нашему организму. Николай, знаешь ли? Ложечки дать, что ли? Ну давай ложечку. Ну, кстати, вот теперь о ложечках мы поговорим. Очень интересно. Что за ложечки? Ложечки у меня вовки. А, ложечки вовки. Хорошо. Ложечку дать помню. Этой ложке удобно доставать варенье из глубокой панки. Это хорошо. Я специально покупаю такие ложечки. Сейчас мы перейдем к ложечкам. Заваренный чай тогда считается заваренным, когда вот эти все чаинки опустились на дно. Как только они опустились, все, процесс заварки окончен. Так вот, как раз этот Иван-чай будет нам давать силы делать наши сосудики мягенькими. И самое интересное, он еще обладает хорошим вкусом. Оказывается, еще королева английская до того, как вот эти чаи пошли из Индии, она у нас покупала и копрский чай возили туда. Но потом для того, чтобы все это нарушить, подмешали партию и всю эту торговлю поломали. Но, тем не менее, традиционно наш чай. Теперь, вот мы поговорили о воде. Мы поговорили о... А вот шиповник. Шиповник еще заварил. Шиповник. Отличная вещь. Шиповник. Шиповник. Это же есть мешок с шиповником. Хорошо, пускай. Это полезнее, чем черный? Я считаю, что полезнее. Почему? Интересно. Полезнее тем, что, в первую очередь, он содержит больше биологически активных веществ. Значит, вот эта вот сама окраска, такая окрасненькая, она придает организму силы. И вот эти пигменты красящие, они способны тому, что начинают растворять камушки, почки, печени. Ну, а на сосуды-то не дубят они, нет? И особо они не дубят, потому что шиповник обладает каким вкусом? Ну, сладким. Нет. Если туда добавят сахара, если туда добавят меда. А так он обладает изобилие витамина С кислым вкусом. А, точно, точно, да. А кислый вкус что делает? Кстати, теперь мы поговорим, какие вкусы... Может, и тельцо, я знаю, что кислый. Хорошо. Вот. Николай предложил мне вот такую ложку. Ложка удобная, и варенье хорошо с нее достать. И даже мед. Да, и даже мед. Но, единственное, как бы сказать, загвоздочка в том, что она измержав стали. Мне нравятся вообще ученые тем, что они исследуют, исследуют, и потихонечку выявляют такие особенности. В нашем организме живут микробы. И оказывается, те микробы, которые живут у мужчин в пристательной железе, для того, чтобы они размножались, им нужен никель, чтобы они с него сделали ферменты, которыми они будут расщеплять клетки пристательной железы. Поэтому, если вы хотите избавиться от простатит, чтобы у вас не было никаких проблем по мужской части, постарайтесь заменить на серебро. 28 лунные сутки. Ввиду того, что энергетика этих лунных суток очень благоприятна и гармонична, ее олицетворяют с лотосом. Сегодня поддерживайте у себя припуднятое возвышенное настроение. А чтобы удержаться на волне гармонии и благости, которую несет этот день, контролируйте свои эмоции. Обязательно сделайте себе праздничный обед из красивой, вкусной и легко перевариваемой пищи. Не следует сегодня тяжело физически трудиться. Все должно идти легко и радостно, доставлять удовольствие и не нарушать гармонии окружающего вас мира. Сегодня снятся вещи и сны. Отнеститесь ко всему, что вам приснится серьезно. Ведь сны, как говорили древние мудрецы, это послание нам из будущего. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!